SCP-4182 А также о них необходимо сообщать администратору сервера при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 – это явление, которое воздействует на внутренние документы фонда, из-за чего в них периодически вносятся изменения для того, чтобы сделать ссылку на несуществующую зону 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. Изображения зоны 5 противоречат друг другу, но, как правило, на них изображен искусственный остров, возведенный для хранения опасных материалов и аномальных отходов в частности. С момента обнаружения аномалий в 2018 году распространенность возникновения SCP-4182 растет стремительными темпами. SCP-4182. Нет никакой зоны 5. Особые условия содержания. Сотрудники должны сотрудничать с морскими силами самообороны Японии и другими военно-морскими и авиационными силами для обеспечения соблюдения режима запретной зоны в радиусе 10 км вокруг SCP-4182. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда IOSilver занимается анализом серверов INT-SCP-FN на наличие файлов, подверженных воздействию SCP-4182. Данные файлы следует изолировать, а также о них необходимо сообщать администратору сервера при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 это искусственный остров площадью 6.4 гектара или 16 акров, находящийся в 75 км к югу от Ипанасуги, Япония. Несмотря на то, что отчеты о строительстве острова отсутствуют, его конфигурация свидетельствует о том, что он был построен в какой-то момент начала 20 века, как учреждение для локализации отходов. Документы фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующие зоны 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. Все сооружения, находящиеся на SCP-4182, были обнаружены запечатанными укрепленными акриловыми пластинами. Дальнейшие попытки снятия этих плит или изучения внутренних частей данных сооружений не должны предприниматься. С момента обнаружения аномалии в 2014 году распространенность возникновения SCP-4182 существенно возрастает. SCP-4182. Нет никакой зоны 5. Особые условия содержания. Сотрудники должны сотрудничать с морскими силами самообороны Японии и другими военно-морскими и авиационными силами для обеспечения соблюдения режима запретной зоны. В радиусе 25 км вокруг SCP-4182. Все входы и окна, через которые можно попасть внутрь сооружений, находящихся на SCP-4182, наглухо заварены многослойными акриловыми панелями на стальном каркасе, экранирующими их от всех видов радиационного излучения. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда IOSilver занимается анализом серверов Int.SCP-FN на наличие файлов, подверженных воздействию SCP-4182. Данные файлы следует изолировать, а также о них необходимо сообщить администратору сервера при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 – это искусственный остров в площади 6.4 гектара или 16 акров, находящийся в 75 километрах к югу и по носуге Японии. Несмотря на то, что отчеты о строительстве острова отсутствуют, его конфигурация свидетельствует о том, что он был построен в какой-то момент в начале 20 века, как учреждение для локализации отходов. Документы фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующие зоны 5, пока не ясно, каким образом возникает это явление. В нескольких сооружениях, находящихся на SCP-4182, на данный момент запечатанных, находились лестничные пролеты, залитые бетоном. Экскавация этих лестничных пролетов привела к обнаружению огромного подземного комплекса, расположенного под SCP-4182, в котором содержатся. Дальнейшие экскавационные работы не должны проводиться. С момента обнаружения аномалий в 2001 году распространенность возникновения SCP-4182 значительно возрастает. С момента обнаружения аномалий в 2001 году распространенность возрастает. Объект номер SCP-4182, класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Сотрудники должны сотрудничать с морскими силами самообороны Японии и другими военно-морскими и авиационными силами для обеспечения соблюдения режима запретной зоны в радиусе 50 км вокруг SCP-4182. Все лестничные пролеты, ведущие в подкомплекс SCP-4182, должны быть залиты бетонной смесью, состоящей из цемента воды и агрегатов тяжелых бетонов, обеспечивающих дополнительную радиационную защиту, приблизительно на 2 метра. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда IOSilver занимается анализом серверов INTO-CPFN на наличие правок, внесенных сотрудниками, подверженными воздействию SCP-4182. Сотрудников, которые вносили правки, будучи подверженными воздействию объекта, следует изолировать. А также о них необходимо сообщать агентам фонда при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 это искусственный остров площади 6.4 гектара, или 16 акров, находящийся в километрах от... Несмотря на то, что отчеты о строительстве острова отсутствуют, его конфигурации свидетельствуют о том, что он был построен в какой-то момент начала 20 века, как учреждение для локализации отходов. Сотрудники фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующую зону 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. Сотрудники, подверженные воздействию SCP-4182, спускаются по одному из нескольких лестничных пролетов, попадая в огромный подземный комплекс, в котором содержится... Несмотря на обширные сейсмологические и радиометрические обследования, глубина, на которой находится данный комплекс, все еще не определена. Однако известно, что она превышает нескольких километров. В 1989 году была проведена медицинская экспертиза нескольких сотен тел, извлеченных из SCP-4182. Приблизительно в 75% случаев, внутренняя морфология тел указывала на наличие незначительных или существенных отклонений от норм топографической анатомии, которые, как правило, были сосредоточены в центральной нервной системе. Наиболее распространенной причиной смерти было внутримозговое кровоизлияние, вызванное резким наступлением коллеквиационного некроза в мозге. Дальнейшие экспертизы данных тел не должны проводиться. С момента обнаружения аномалии в 1986 году распространенность возникновения SCP-4182 взрастает. Субтитры создавал DimaTorzok SCP-4182 Нет никакой зоны 5. Особые условия содержания. Сетевой бот фонда IOSilver занимается анализом серверов int.scpfn на наличие упоминаний зоны 5. Файлов, в которых упоминаются зоны 5, следует изолировать, а также о них необходимо сообщать администратору сервера при исполнении обязанностей для внесения в них изменений. Описание SCP-4182 представляло собой явление, которое воздействовало на внутренние документы фонда, из-за чего в них периодически вносились изменения для того, чтобы сделать ссылку на несуществующую зону 5. Изначально это явление было принято за аномалию, однако впоследствии было установлено, что оно возникло из-за непредусмотренного исключения в исходном коде серверов int.scpfn. По состоянию на 2019 год данная ошибка была исправлена. В настоящее время SCP-4182 классифицирован как обоснованный. Одно новое сообщение от Д. Дэйвиса. Тема «Они лгут. Сообщение. Она существует. Там и встретимся». Тема «Они лгут. Сообщение. Она существует. Там и встретимся».